Дорогой Викторович, я хотел бы сегодня сказать славу благодарности и славу признательности. Наверное, это не случайно получается, что Викторович свою научную деятельность начинал в нашем музее. Правда, это был музей другой, другого адреса, сейчас он не существует. Деревянный домик, но рядом с администрацией города. Да, совершенно верно. Замечательная фотография, которую мы с вами видели, внутреннего дворика с каменными изваяниями. И надо отметить, что действительно в этнографической экспозиции, которая в нашем музее есть, многие материалы, особенно Викторович, это очень важно и очень примечательно. И, наверное, не случайно и вечер чествования проходит в нашем музее. Надо немножко сказать несколько таких секретных вещей. Викторович не очень хотел, мы его уговаривали долго, чтобы на этом он пошел, и он пошел. Это еще одна черта, говорящая о том, что Виктор Яковлевич действительно связывает его очень много с нашим музеем. Но здесь действительно так все переплевлось, здесь все близкие люди, близкие друзья Виктор Яковлевича, с которым он многие десятилетия работал. И многие, которые здесь присутствуют, знают Виктор Яковлевича от 20 до 30 и более лет, наверное. Мы с Виктор Яковлевичем знакомы 32 года, как и присутствующие здесь и члены бывшей нашей кафедры. И надо отметить, что люди, которые узнают о том, что Виктор Яковлевич проходит чествование, они... А многие ученые знают об этом, они смотрят наши сайты, вот и меня сегодня попросили передать слова признательности и уважения питерские археологи. Они прислали специальное письмо для вас, потому что, не зная ваш электронный адрес, Сергей Васильев попросил поздравить вас от имени питерских археологов, я зачитаю. Дорогой Виктор Яковлевич, примите самые искренние поздравления в день славного юбилея от петербургских археологов. На протяжении десятилетий упорного труда вы внесли основополагающий вклад в развитие этнографии, исторического проявления и археологии в родной Хакасии. Желаем вам крепкого здоровья и новых творческих успехов. Сергей Васильев, Андрей Поляков, Игорь Лазаретов, Николай Боковенко. Спасибо большое. Мы очень хотели это сделать. Ну и я, наверное, тоже пользуюсь случаем. Мы Виктор Яковлевича в день его славного юбилея поздравили, он это знает. Но приветственный адрес, который мы подготовили, я хочу сегодня вручить. Наверное, я зачитывать не буду этот приветственный адрес. Здесь самые искренние слова уважения за тот великий труд, который внес Виктор Яковлевич в историю нашего региона, в популяризацию. И в том, что Хакасия стала узнаваемым регионом, здесь колоссальная заслуга, конечно, Виктор Яковлевича. Его вот этого титанического труда, который вносит уже десятилетиями и продолжает вносить. Спасибо. Вы знаете, они так хитро мне отправили по имейлу, это поздравление. Я хотел его скачать, а он не скачивается. Авторские фраба. Да, позвонил, говорю, что это такое? А вот, говорит, мы у тебя просто в руки вручь. Спасибо. Но вы знаете, сегодня, наверное, мы будем говорить о том, какой Виктор Яковлевич. Я несколько слов хотел бы сказать из того десятилетнего общения, которое у нас с Виктор Яковлевичем было. Я бы хотел отметить две важные черты в характере Виктор Яковлевича. Это упортость и целеустремленность. На примере одного интересного очень события, которое произошло у нас в прошлом году. Виктор Яковлевич, я не знаю, о чем идет речь, но речь идет вот о чем. Два года тому назад на территории Пуйтага было сделано замечательное археологическое и историческое открытие. Было найдено стела, окуневско-переиспользованная стела, где были выбиты тюркские письмена, причем достаточно много строк. Это действительно уникальное открытие, редко такая вещь бывает. Самое главное на трассе, практически трасса-то приезжаемый, там ритуалы проводятся. У нас по Хакасии последний раз было 50 лет тому назад, при Рыбском. Да, а такого количества строк, это было 100 лет тому назад. Виктор Якович узнал об этом от нас, мы фотографию послали. Поехал туда, посмотрел, приехал, сказал, да, действительно, тюркская надпись. Поехал еще раз, посмотрел. Потом начинает мне звонить и говорит, давай, будем перевозить ИР. Если честно, я и не планировал, и не хотел это перевозить. Я договорился с администрацией. Да, он договорился с администрацией, администрация пообещала ему все сделать, ничего не сделала. Как всегда, зато сказал, все будет, будет автокрам, все сделаем, все замечательно. Он начал наседать на меня. Я потом уже думаю, ладно, везем. Теперь я уже захотел везти. У него сорвалось, я говорю, поехали, будем перевозить. И благодаря только Виктору Яковлевичу, вот этот уникальный памятник тюркской письменности, а он скоро будет опубликован, он не просто попадает сюда, в музей. Мы его успеваем поставить в новой экспозиции. И все, кто были 3-5 сентября при открытии нового зала, где расположено каменное извоение, может быть, видели вот эту замечательную стелу, где действительно редчайший памятник хронической письменности. Вот я этот пример привел к тому, чтобы показать, что, ну, скажем так, ну, все-таки возраст есть возраст у каждого человека. Но та энергия, которую Виктор Яковлевичу было, она горы сладчивает. И это вот яркий пример того, я ему искренне благодарен, потому что действительно этот памятник заслуживает того, что он должен находиться в музейной среде. Иначе он пропадет. То есть вот тамга, которая выглядит посередине, Васильев определил, что это тамга кыргызского кагана. Вот, ну, речайший вообще памятник-то уникальный, сам Васильев. Конечно. Вот, и еще я хотел бы обратить ваше внимание. Наверное, не так много ученых в России и в мире, которые могли бы похвастаться огромным научным эпистолярным наследием. Причем не просто эпистолярным наследием, а изданием монографии. Вот, Вы обратите внимание, фронтально стоят у нас витрины, где выставлено только примерно 60% монографий, Виктор Яковлевич. Я сейчас боюсь ошибиться, но у Вас в общем число 36? 34. 34. Здесь чуть больше. Вот здесь 20 монографий выставлено. То есть не все мы смогли выставить. 34 научные монографии. Это говорит о... То есть практически получается, начиная с 70-го года, Виктор Яковлевич раз в два года, а первые 10 лет они не были такие продуктивные, это был сбор материалов, фактически получается, что в последние десятилетия Виктор Яковлевич, если не в год одну монографию сдавал, то в последние годы две монографии в год идут. Это говорит о той работоспособности, той самоотдаче в науке, которая присуща Виктор Яковлевичу. Виктор Яковлевич. Мы же хотели при нашей кафедре, чтобы создать как раз базу для студентов, учебные пособия, монографии. Ничего же не было. И мы сделали... Вы же тоже по археологии... Могу, Игорь Яковлевич, здесь есть самый ценный стенд, это вот этот первый, вы знаете, самый первый монографий, который вам очень тяжело давал. Да. И, наверное, вот мы знаем просто эту историю, она нам по археологии персинфицирована, вот эта книжка Хакасы. Это же репринтное издание вашей докторской диссертации, тогда практически за свой собственный счет, на плохой бумаге, 90-й год, самое тяжелое время. СП. Да. И эта книжка была только в двух экземплярах. Вот он подарил своим друзьям, которые тут помогали ему, да. И все, этой книжки в Хакасе не было, потому что действительно это было начало. Сейчас совершенно роскошные монографии, великолепные изданные, замечательно иллюстрированные. И мне приятно, что Виктор Яковлевич в жизнь вносит материалы коллекции Хакасского национального криевического музея. И, завершая свое выступление, хотел только пожелать творческих лет, здоровья и благополучия, Виктор Иванович. Спасибо. Спасибо большое.